Темой этого семинара является пневматология, или Дух Святой и Непогрешимость. Я хотел бы прочитать отрывок из Евангелия Теана, поэтому откройте, пожалуйста, в начале 13 главы Евангелия Теана, или возьмите свою электронную Библию, если вы ее используете. В это утро у меня три пункта. Если время пролетит очень быстро, то эти три пункта превратятся в один пункт. Если это будет так, то будет пять пунктов. Поэтому я один из тех, кто не получил определенный текст для экспозиции, поэтому я прочитаю несколько отрывков, которые помогут нам в том, чтобы обратить внимание, по крайней мере, на первый пункт. Поэтому 13 глава Евангелия Теана с первого стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив Своих сущих в мире до конца возлюбил их, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери». И затем, на следующей странице, 14 глава Евангелия Теана, 15 стих, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, параклита, да будет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Они знали Его, потому что Он обитал в Иисусе Христе, и поэтому Он был с ними. И спустя Дня Пятидесятницы тот же Дух, тот же Дух, не другой Дух, сошел как Дух Господа Иисуса, Дух, который 33 года обитал и служил через Иисуса Христа, нет другого Духа Святого, который обитает в верующих, кроме Духа Святого, который был в служении жизни Господа Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел может сказать, что Христос во всех вас. Поэтому вы знаете Его, потому что Он обитает в вас и пребудет с вами. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Иуда, неискариот, говорит Ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». На следующей странице, 15 глава, 26-27 стихи, «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы, вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». 16-я глава, 12-й стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. «Когда придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец Мое. потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Затем, в молитве нашего Господа, в 17-й главе, в 8-м стихе, «Ибо слова, которые ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я исшел от тебя и уверовали, что ты послал Меня. Я о них молю». позднее, в этом отрывке, «Не прошу о сих только, но и о тех, которые уверуют в Меня по слову Их». в 21-й главе, в 30-м и 30-х стихах, вернее, в 20-й главе, «Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, оба вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Давайте помолимся вместе. Наш милосердный Бог, Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что в Иисусе Христе Ты стал нашим Отцом, Ты установил нас в Свою семью, как Своих сыновей, дал нам наследие со святыми. Благодарим Тебя за цель Твоего предопределения, чтобы мы сообразовались с образу Твоего сына, чтобы он был первородным среди многих братьев. Ты дал нам свое сердце в Своем сыне, и в нем теперь Ты дал нам Духа Своего святого. Благодарим Тебя сегодня за Его служение. Прославляем Его вместе с Тобой и с Твоим сыном. Славим Тебя за все, что Он сделал в служении с Господом Иисусом Христом, когда Христос ходил по этой земле. и за просьбу нашего Спасителя, чтобы Ты послал нам этого Духа, Его Духа, который давал Ему силу, который пребывал с Его человеческой плотью в Нем и давал Ему силу каждый момент Его жизни, от зачатия в утробе и до воскресения из могилы и вознесения к Одесну и Тебя. Благодарим за то, что Ты дал нам самый чудесный дар в Твоем сыне и дар Твоего Духа, что сын Твой дал апостолам и церкви самый лучший дар, дар Святого Духа. Молимся вместе, когда будем изучать Слово Твое, когда будем смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Помоги нам сегодня избежать невежества, пренебрежения блаженным Духом Святым. Просим, Господи, открой наши глаза, чтобы мы увидели чудесное из закона Твоего. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Библия, Священное Писание приходит к нам как дар Святой Троицы. Библия дана нам как дар Триединого Бога, не только одного Отца или одного Сына, или даже одного Святого Духа, но дар от Блаженной Троицы. Наши праотцы в христианской вере, когда говорили о Троице, верили, что существовало два фундаментальных принципа, записанных в Писании, в отношении того, о том, как Бог Троица общается с нами. Во-первых, все, что делает Бог, все три личности Троицы принимают определенное участие. Сотворение — это хороший пример. Воплощение — еще один хороший пример. Отец посылает Сына, Сын приходит, и Он зачат силой Духа Святого. Смерть Иисуса Христа, Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса Христа, Дар Духа Святого, о котором Иисус Христос говорит в этих отрывках, которые мы прочитали. Как говорят по-латыни, «Opera Trinitatis ad extra» — «Внешние дела Троицы», «Sunt Indivisa». Они неразделимы. Они работают в гармонии. Один Бог в трех личностях. Но вместе с этим они подчеркивали то, что они называли учением о апроприации. То есть, каждая личность в Троице участвует в определенном действии уникальным образом так, что каждый имеет отдельную роль в спасении. Около 25% служителей в этой комнате начались молитвы Небесному Отцу, и потом через пять минут благодарили Его за то, что Он пришел умереть за нас на кресте. Поэтому мы инстинктивно понимаем, что ненарочно мы становимся древними еретиками. и поэтому мы должны размышлять, или по крайней мере должно заставить нас размышлять о том, что мы не должны никогда благодарить Отца за то, что Он умер за нас на кресте, или Духа Святого. Только Сына можно благодарить за то, что Он умер за нас на кресте. И только Отец Отца можно прославить за то, что Он послал Сына в этот мир. Только Дух может быть прославляем за Его конкретное служение. Этот принцип касается также и Священного Писания. Писания даны нам по замыслу Отца. В этой книге Он обращается к нам как к сыновьям, как мы читаем в Евреям 12 главе. Интересно, Он цитирует третью главу притч. Он обращается к нам в настоящем времени как к сыновьям. Христос говорит в Писании. Его овцы в этой книге слышат Его голос, узнают Его произношения. Он называет их по имени. Также, как мне кажется, наш Господь Иисус Христос учит Своих апостолов в этом разделе Евангелия Теана, что Дух Святой имеет свою собственную роль как тот, который завершает труд Божественного Откровения, а также труд Личного Спасения. И на этом наш Господь Иисус Христос сосредотачивается в этих словах. Мы признаем, конечно, что Писание подчеркивает для нас во многих местах в Новом Завете, что Дух Святой является тем, кто говорит на страницах Ветхого Завета. Не только так, но Петр, когда говорит о служении и пророчестве, помните, в Ветхозаветных Писаниях в 1 Петра 1 главе он говорит о том, что Ветхозаветные Писания были даны Духом Христовым, Дух Христов, который обитал в пророках, изрекал, предвещал Христовы страдания. Несмотря на то, что авторы Ветхозаветных пророчиц не всегда понимали до конца Личности Христа или того, когда Он придет. Иисус Христос также говорит об этом. К примеру, Марка 12 глава 36 стих, что Ветхозаветные Писания — это голос Божий. Другими словами, Дух Святой — Он пневма, руах Бога, Его дыхание. Поэтому все Ветхозаветное Писание дается дыханием Божьим. Пророки были движимы Духом Святым, как скажет далее Петр. Но мы иногда забываем или игнорируем тот факт, что наш Господь Иисус не только имел определенный взгляд на Ветхозаветное Писание, но наш Господь Иисус Христос также имел конкретный взгляд на Новозаветные Писания, которые будут написаны. И это очень важно, не так ли? Потому что в конце концов Сам Иисус Христос является нашим Господом, Хозяином, Господином, нашим каноном. И Он говорил о Своей воле в Ветхозаветних Писаниях, но также жизненно важно для нас знать, что в конце особенно Его служения, когда Он посылает апостолов на их служение, Господь Иисус Христос говорит о божественном или богодухновенности также и Новозаветних Писаний. Это не должно насосить, что апостолы осознали это чуть позднее. Ага, давайте запишем что-то, потому что это очень похоже на Писание. Нет, в некотором смысле это причина, по которой Иисус Христос призвал их, почему Он обучал их, почему Он назначил их быть очевидцами, как говорит Лука в 24-й главе и в 1-й главе 8-м стихе Деяния апостолов. Эти люди, эти 12, получили Духа Святого, которого Сын умолил у Отца, они получили Духа Святого для того, чтобы, помимо всего прочего, быть пророками, чтобы возвещать от Бога, от Иисуса Христа, в этом новом веке, новые пророки, новые посланные, теперь, как они названы в Новом Завете, апостолы. Поэтому хотел бы, чтобы мы сосредоточились сегодня на трех аспектах того, как Иисус Христос посылает Духа Святого апостолам, в частности в контексте богодухновенности Библии и эта богодухновенность характеризуется так же, как и Ветхозаветнее Писание, как истина Божья, без ошибок и погрехов. Поэтому, во-первых, давайте посмотрим с вами вместе на эту аксиому, что исхождение Духа Святого было для того, чтобы дать Слово истины Церкви. 13-я глава Евангелия Атеана и далее очень часто названа второй частью Евангелия Атеана книга из Славы, если первая часть названа книгой знамений. К примеру, Жан Кальвин в введении комментарием к Евангелию Атеана, он сравнивает Евангелие Атеана с синоптическими Евангелия и показывает нам, что другие Евангелия показывают нам тело Христа, Евангелие Атеана показывает нам душу Христа. Итак, мы прочитали о том, как Иуда вышел во тьму. Сразу же Дух Христа может говорить свободно своим апостолам, тем, которых Он избрал, тех, которых Он держит в своей руке, показывает им свою душу. Это удивительный отрывок Священного Писания, где Иисус Христос открывает небеса, если хотите, чтобы рассказать нам о чуде Божьей любви и славе прихода Духа и Его служения. Поэтому в этом контексте весьма широком одним очень важным отрывком во всем Писании, говорящем о Троице, в этом контексте Иисус Христос начинает объяснять Своим апостолам, что Он посылает Своего Духа именно им, чтобы они могли дать Слово истинной Церкви. Мы знакомы в общем с тем, что говорит здесь Иисус Христос, Иисус Христос, Иоанна 13,3. Отец послал Сына и дал все Сыну. Далее Иоанна 14,6. И Сын просит Отца послать Духа. То, о чем Петр говорит в своей проповеди в День Пятидесятницы. Пятидесятница говорит о том, что произошло событие в славе. Сын вернулся к Отцу и говорит, «Ты пообещал, проси у Меня, и Я дам народу в наследие тебе». «Да, давай пошлем для этого Духа». Петр объясняет народу, что они видят эти внутренние взаимоотношения в Троице. Поэтому Иисус Христос в 16 главе в 4 стихе говорит, «Когда придет Дух и возьмет то, что Христово, но то, что Христово, это то, что Христу дал Отец. Поэтому Он возьмет то, что Отец дал Сыну». Вспомните молитву Иисуса Христа в 17 главе Евангелия Теана, слова, которые «Ты дал мне». Дух придет в Своем прославлении Господа Иисуса Христа показывает полноту Господа Иисуса Христа нам. И это окружает и показывает, отвечает на вопрос, как нам это можно увидеть, что здесь Иисус Христос готовит и обещает Своим апостолам, которых Он призвал, чтобы они были новыми пророками, посланными. Отца, который послал Сына, который послал Духа, который теперь посылает апостолов, чтобы дать Библию, Новый Завет Божьему народу. Поэтому, когда мы читаем эти главы, мы думаем, во-первых, о сатириологии, которая содержится в них, что сделает Христос Духом Святым в жизни апостолов и далее в нас субъективно. Тот, который любит Его, будет возлюблен Отцом, и Отец и Сыны придут и создадут обитель в нас. Но есть и другая нить, не столь сатириологическая, но библиологическая, я бы сказал. И поэтому я знаю, что это уже последний день праздника, поэтому, если вы хотите обратить внимание на пять этапов того, что Иисус Христос говорит в горнице, итак, первый этап, Иисус дает им Духа, чтобы сделать их своими апостолами. Дух сойдет на них, чтобы быть апостолами Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на утверждение Аминь в 13 главе в 16 стихе, далее в 20 стихе, Он говорит, истинно, истинно, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Иисус Христос говорит здесь своим апостолам о том, что они будут пророками Нового Завета. Это то, что означало быть пророком в Ветхом Завете. Помните, в книге «Исход», когда Моисей спорит с Богом о том, что он не может говорить, Господь говорит, «Тогда я сделаю Аарона твоим пророком, твои слова войдут в уста Аарону, он будет говорить за тебя, чтобы, когда он будет говорить, это будут твои слова, когда ты будешь говорить, я буду говорить через тебя». Это то, что Иисус Христос говорит теперь своим апостолам, «Кто принимает пославшего меня, принимает меня». Поэтому в еврейской культуре это было, ну, термин назывался «шалиах». Шалиах человека, посланник человека был равен самому человеку. Поэтому это отвечает на вопрос мнимого противоречия о том, кто отправился к Иисусу для того, чтобы спасти слугу сотника, не так ли? В одном Евангелии от Матфея сосредоточено на истории на сотнике в Евангелии от Луки 7 главе на старцах. Почему для авторов это не было противоречием? Потому что они понимали, что шалиах, человек, который был представителем другого человека, был равен тому, кто послал его. Поэтому в этом культурном контексте этот парадокс или мнимое противоречие становится очевидным. это одна из иллюстраций, где люди говорят, ну вот, в Библии есть противоречие, и мы убеждены, что в Библии нет противоречий, но, может быть, мы не знаем, как решить это мнимое противоречие. И вот здесь мы видим в культуре ближайшим эквивалентом была бы власть адвоката. Если вы представляете какого-то человека как адвокат, то вы обладаете его юридическим правом. Вот что значит быть апостолом. Апостолос это Шалиах Иисуса, апостол. Это юридический представитель Иисуса Христа. Вот почему для нас, тех, кто верит в Евангелие, мы читаем Евангелие от Иоанна 10, 20, 23. Если вы простите грехи кому-то, они прощены. Если вы не дадите прощения, нам кажется, не может быть. Что же здесь происходит? Пока мы не поймем, что Иисус Христос дает силу для этих людей быть Его представителями, говорить Его слова. И мы видим это в учении Господа в горнице, особенно после того, как уходит Иуда. Иисус Христос был послан как шалиях Отца. Те слова, которые Он говорит, это не Его собственные слова. Это слова, которые Он услышал от Отца. Дух Святой послан как шалиях Иисуса. Он «Алос параклетос». В этом контексте несомненно еще один утешитель такого же вида, такого же типа, как сам Иисус Христос, который имеет авторитет Иисуса Христа. Далее Дух Иисуса послан Господом Иисусом во имя Отца апостолом. Апостолом для того, чтобы они были Невиим Господа Иисуса Христа, чтобы Он был их шалиакимом и дает им власть говорить от Него. Поэтому первый этап Иисус Христос дал Духа апостолам, чтобы они были Его апостолами, чтобы они были Его представителями. Второй этап Дух Святой сходит на апостолов конкретно для того, чтобы снабдить их возможностью дать Новый Завет Церкви. Дух Святой сходит на апостолов, чтобы дать им возможность написать Новый Завет для Церкви. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. «Это сказал Я вам пока еще с вами, но Утешитель, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Посмотрите на 16.13. Иисус Христос говорит, «Имею многое, что сказать вам, но вы не можете вместить. Когда придет Дух истинный, наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, подождите секундочку, Он же Бог, как Он может не говорить от себя?» В контексте мы понимаем, Отец послал Сына. Сын явил слова Отца, и теперь Сын посылает Духа. Удивительное утверждение, Он говорит, «У меня есть многое, что сказать вам, но вы теперь не сможете вместить, но когда придет Дух истинный, Он говорит, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В этих нескольких стихах, по сути, это предсказание Нового Завета, не так ли? Напоминание Евангелий, этих слов, наставит на всякую истину, чем являются послания и в некотором смысле деяния апостолов, если это не наставление Духом Святым апостолов для осознания важности того, чья история рассказана в Евангелиях. И как бы вы ни толковали откровение, конечно же, там однако сказано о том, что еще будет в будущем, не так ли? Поэтому это не какие-то странные и непонятные слова Иисуса Христа. В контексте становится очевидно, о чем Он говорит. Он не говорит вам, Он не говорит о вас. Вас там нет. и не говорит «Иисус Христа». Мы не поймем того, что делает здесь Иисус Христос, когда мы открываем этот отрывок и подразумеваем, что все, что здесь говорит Иисус, Он говорит так же и нам. Мы не должны проповедовать в церкви, даже если они богатые, идти продавать все, что они имеют. Мы не читаем этот отрывок таким образом, но существует практически неизлечимая болезнь в нашей культуре читать этот текст таким образом. Дух Святой наставит меня на всякую истину, Он покажет мне будущее. Он не говорит о нас. Нас не было там. Он говорит апостолам. Если мы этого не поймем, мы не увидим то, что Он здесь говорит. Он говорит о том, что Дух Святой придет, и Он вдохновит Писание через апостолов. Иисус Христос говорит в 16 главе 12-13 стихах существует экономическое единство между Сыном и Святым Духом в отношении Писания. Я многое сказал вам. Они есть в Евангелиях, эти слова. Ну, многие эти слова в Евангелиях. Но есть еще, что вы должны узнать. Мой шалиах, мой дух будет, как я сам для вас, когда наставит вас на всякую истину. Поэтому, если первый этап это то, что Иисус Христос дает Дух Святой для того, чтобы сделать апостолов своими представителями, то второй этап состоит в том, чтобы дать Духа Святого апостолам, чтобы снабдить их способностью дать Новый Завет Церкви. Третий этап. Дух Святой приходит, и он говорит это вновь и вновь. Дух Святой, который придет в этом служении, придет как Дух истины для того, чтобы гарантировать непогрешимость, аутентичность, достоверность, безошибочность того, что он даст, как шалиах Иисуса, который даст силу апостолам быть представителями Христа. Посмотрите, как он говорит о Духе, Духе истины, который исходит от Отца. Разве это не прекрасно? Даже Духа истины, которого мир не может принять, как апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 2 главе, не видит, не знает, а вы знаете, Дух истины. Иоанна 15, 26. Дух Святой, исходящий от Отца, Дух истины, будет свидетельствовать о мне. Иисус Христос говорит в 26-м стихе «Это Дух истины». И как Дух истины, 13 стих 16 главы, «наставит вас на всякую истину», обращается к апостолу. Поэтому, когда вы молитесь после проповеди, что вы делаете? разве вы не не подводите итог вашему служению и указываете на суть всего? То же самое, мне кажется, делает Иисус Христос в 17-й главе, когда Он возлагает бремя Своего служения Отцу, 17-я глава, 17-й стих, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина. И теперь, когда Ты послал Меня в мир, Я послал их в мир». Слова, которые были у Меня, Я передал им, они приняли их. И возможность того, что Дух Божий будет лгать, равна тому, что Отец будет лгать Сыну. Это вот о чем говорит Христос. И потом Сын будет лгать апостолам. Вот что значит, что Он Дух Истины. Вот почему ранее в Евангелиях, когда мы читали, в начале Господь Иисус Христос противопоставляет истину с ложью. Это не просто истина, ну, реальность в сравнении с тенью. это истина в противоположности лжи, совершенно святая, достоверная истина. Что удивительно, в нашем контексте, в этой прощальной беседе, Иисус Христос ссылается на Ветхий Завет, Он говорит, невозможно, чтобы эти писания не исполнились. Почему? Потому что они полностью достоверны, они безошибочны. мы видим, нужно не иметь совершенно никакой эмоциональной интеллектуальности, для того, чтобы не понять, что писания, которые указывали на Иисуса Христа, теперь обещали, что апостолы будут писать ошибочное писание, которое показывало исполнение этих Ветхозаветных обетований. Поэтому логика Иисуса Христа, который говорит о безошибочности Ветхозаветного Писания, является то, что писание, которое Он даст через Своих апостолов, по крайней мере, будет такими же безошибочными эти писания, как и Писания Ветхого Завета, потому что они исходят от того, кто есть Дух Истины. Мы должны серьезно отнестись к этому, не так ли? То, что произошло в Деяниях, вспомните, в пятой главе, в отношении тех, кто солгал Духу Святому. Если это осуждение, которое приходит от Бога на тех, кто лжет Святому Духу, то Дух Святой будет лгать Церкви. Говоря о свидетельстве Господа Иисуса Христа в Новом Завете нету никаких вопросов совершенно. Не понимать истинности и безошибочности Библии означает не понимать связь Евангелия, которую мы имеем в Писании. Дух Святой не имеет неприятного запаха изо рта. Четвертый этап. И я понял, что моя проповедь будет состоять из одного пункта, который имеет пять подпунктов. Поэтому четвертый подпункт труд Духа Святого осуществляет молитву Иисуса Христа в 17 главе об апостолах о мире. Я уже на это указывал. Иисус Христос в 17 главе в 8 стихе говорит, молю о них. Он уже не за себя молит, но за апостолов тех, которые были в комнате. Он говорит, молюсь за них, не за мир, тех, которые ты дал мне. В Евангелии Таана он говорит о верующих, как об апостолах, которых Отец дал ему. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Все мое твое и твое мое. в 8 стихе он говорит, ибо слова, которые ты дал мне, обратите внимание на множественное число. Иэн Хамильтон говорил о псалтере. Каждое утро он пробуждает мой слух. Я слышал его. Я научился у него. Что это значит? Будем ли мы знать в один день, что это значит? Слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно. Я молюсь о них. Но далее он говорит, я дал им эти слова. И далее, 18 стих. Как ты послал меня в мир твоими словами, извините, с твоими словами, так и я послал их в мир с моими словами. Я посвящаю себя, чтобы они были освящены этой истиной. И тогда обратите внимание, обращаясь к Церкви Божьей во все времена, не о них же только молю, но я верующих в меня по слову их. Последний этап состоит в следующем. Евангелие от Иоанна иллюстрирует плод обетования Иисуса Христа. Посмотрите на слова, на устройство Евангелия Иоанна. Есть пролог, есть эпилог. 20 глава, 30 и 31 стихи являются кульминацией учения Евангелия от Иоанна. Сказано Евангелие от Иоанна 20-30. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, которых не написано в книге сей. Ну, некоторые говорят, ну и что, что там написано? Но, мне кажется, очень важно, что здесь написано. Что говорит апостол Иоанн? Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Видите ли, Отец дал слова Сыну. Сын дал Духа и Слово. Удивительно. Духа и Слово вместе Духом. Сын дал Слово и Духа апостолам и говорит, Отче, молюсь о тех, которые поверят через их Слово. Это сие записано, говорит Иоанн. Сие же написано, дабы вы уверовали. Братья, идея, что апостолы не знали, что они являются авторами Откровения, является совершенно необоснованной в свете внимательного прочтения Нового Завета. Посмотрите на эту иллюстрацию. Ученые, подобные христианам, которые читают Новый Завет, как будто бы это просто изолированные стихи. Но когда Слово, Евангелие от Иоанна в нас, мы видим связь, мы видим гармонию, мы видим кульминацию. Это то, для чего был назначен Иоанн. Это то, о чем молился Иисус Христос для Иоанна, среди и прочих. В конце концов, эта молитва Иисуса Христа подразумевает, что будет Новый Завет. Как еще Слово может быть гарантировано каждому народу и существовать в истории? Иоанн понимает, что то, что он делает здесь, завершая свое Евангелие на последних страницах. Осталась еще одна глава в его Евангелии. Он готов опустить свое перо. Он размышляет, какой удивительный момент в жизни апостола Иоанна. Молитва Иисуса Христа получила ответ в этой книге. Евангелие от Иоанна является ответом на молитву Иисуса Христа. Сие же написано, сие же написано, дабы другие уверовали, дабы молитва Иисуса Христа была отвечена. Может быть, вы обратились к Богу посредством чтения Евангелия от Иоанна. Отец дает слова сыну. Сын посылает духа, как своего шалиаха апостолам. Один из этих апостолов был апостол Иоанн. Он получил слова, которые отец дал сыну. Трудился, чтобы записать это. Как этот бедный человек мог бы найти финансы необходимые для того, чтобы иметь письменные материалы? Но теперь он заканчивает это Евангелие, какой чудесный момент для ученика Иисуса Христа, что я увидел ответ на молитву Иисуса Христа. Мы не знаем, какие еще части имел в своем распоряжении апостол Иоанн, но здесь он знает, что эта просьба Иисуса Христа в горнице была услышана отцом и была исполнена. И то, что он дал церкви, одна из многих иллюстраций, это слово истины, которое так же достоверно, как любое слово, которое говорит Отец Своему Сыну. Поэтому, хотя здесь не используется терминология непогрешимости или безошибочности в отношении священных писаний Нового Завета, их само существование зависит от богословия непогрешимости, потому что в конце концов да, в некотором смысле, как мы говорим, не верить в безошибочность Библии, назвать Бога лжецом, но то, чему учит нас Иоанн, как удивительным было быть на груди у Господа Иисуса Христа, который сущий в недре отчим от вечности и понять, что слова, которые ты написал, были ответом на просьбу о исхождении Духа словами, которые Небесный Отец сказал своему Сыну. Братья дорогие, это не просто достоверность Писания, не просто достоверность Бога, это достоверность взаимоотношений внутри Троицы, между Отцом, Сыном и Святым Духом. Отец не обманывает своего Сына. Сын не обманывает Духа. Дух не обманывает апостолов. Вот что создает в апостолах осознание достоверности, авторитетности того, что они пишут. Что Павел говорит в конце послания к римлянам, когда он говорит о тайне, которая была сокрыта от веков, но ныне открыта через пророческие Писания. теперь это эсхатологический нун, ныне, в этот новый век открыто. В Ветхом Завете не было этой информации с полноте и ясности, но теперь через пророков пророческие апостольские книги равноправны. это то же, что говорит Петр о посланиях Павла, называя их писаниями. И по этой причине в Новозаветной церкви апостолы могли сказать, как сказал апостол Павел, читайте эти послания в церкви. мне очень нравятся письма Роберта Мюррея Макшейна Самуила Разерфорда. Если я буду читать их в церкви, то я буду неправ. Давайте сначала, ну, если я буду читать сначала письма других людей, а потом буду читать Писание, я надеюсь, что меня исключат из церкви, выгонят с кафедры, потому что они несопоставимы. поэтому Петр говорит, что нужно читать Писание Ветхого Завета и послание Павла, поэтому это Слово Божье через апостолов. И поэтому если мы не понимаем, что это значит, вот нам нужно слушать, вот почему апостол Павел должен был сражаться за свое апостольство, это не только его роль подвергалась нападкам, его сознание о том, что он пишет Писание для церкви также подвергалась нападкам. Если кто думает, что он пророк или духовный, пусть знает, что то, что я пишу вам, это заповедь от Господа. Если кто не принимает этого, его нельзя принимать. Или этим христианам младенцам в Фессалоникийцах так прекрасно пишет, но он пишет, если кто не исполнит слов, которые мы написали вам, не имейте с ним ничего общего, не считайте его врагом, но увещевайте его. Откуда у него наглость такая говорить так? Ну, это вовсе не наглость, потому что он понимал, что отец дал слова «сыну, сын дал, дух дал, апостолам», а он был одним из них. поэтому, что же можно сказать о практическом применении всего этого, прошу прощения, у переводчиков, они старались перевести в моем манускрипте второй и третий пункты, только они знают, что я хотел сказать. В 14 лет я уверовал в Иисуса Христа, я, будучи молодым служителем, получил много благословений от своего наставника, я очень в большом долгу перед пастором моей церкви. Я слушал удивительные проповеди евангельские из его уст, но когда мне было 17 лет, я отходил в сторону к реформатскому богословию, когда я начал в Писании изучать и понимать, что это Слово Божье является полностью безошибочным, достоверным. Однажды он отвел меня в сторонку и сказал, Синклер, твоя доктрина Писания не играет никакой роли в проповеди Слова. и я почувствовал боль в душе и я подумал, дорогой мой пастор, я убежден в том, что ты не прав, но у меня нет доказательств за исключением страниц Писания, чтобы продемонстрировать, что ты не прав. это было 50 лет назад. У меня есть 50 лет опыта, когда я слышу разницу в акценте, в произношении, в проповеди, которая полагается на убежденность в том, что это богодухновенное Писание, что оно совершенно без ошибок, потому что оно приходит к нам через Духа от Сына как дар от Небесного Отца. Мы все должны быть благодарны за то, как нам послужили здесь. Но почему мы были здесь? Потому что эти фрагменты образа Господа Иисуса Христа, те, кто публично и лично смотрят на Писание, видят в них открытым лицом славу Христа в Его безошибочном слове, видят Духа, который богодухновил, они были преображены в подобие Иисуса Христа. от славы к славе. Моя Матерь, которая любила изрекать мудрые выражения, которая имела особенное предубеждение к овсянке, ну, как вы знаете, овсянка вкуснее с сахаром, чем с солью. Матерь, почему мы не можем кашу сегодня съесть с сахаром? Потому что англичане так едят кашу. Шотландцы, получается, не имитировали англичан ни в чем. Даже если нужно было кашу с солью есть. Я слышал от нее много слов, некоторые из них до сих пор не понимаю. почему когда мы ходим в церковь друг к другу, мы осознаем одну и ту же реальность? Доказательство Евангелия не в нашем опыте, но когда мы отвергаем Евангелие, становится очевидным в церкви. И безошибочность в Писании играет огромную роль, потому что это прославляет Святого Духа, который прославляет Сына, который пришел, чтобы прославить Отца. Поэтому мы должны лучше всего прославлять Троицу, поклоняться, прославлять Духа, когда мы доверяем безошибочному Слову, который Он дал нам, когда мы понимаем, что это указывает на нашего Господа Иисуса Христа, Которого мы любим, Которому мы поклоняемся. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за Евангелие Божье, за Слово, которое Ты дал нам. Мы в песнях пели о том, что наш язык запинается, но в то же самое время мы пели о том, что Церковь Твоя в один день будет петь гимны хвалы Тебе. Мы благодарим за Слово, которое Ты дал нам не как апостолам, но пасторам и учителям, служителям этого Слова. Пусть наше служение будет использовано для того, чтобы другие уверовали в то, что Иисус Христос Спаситель, Сын Бога Живого, Господь, чтобы Церковь Его распространялась до краев земли. Поэтому просим, дай нам убежденность, чтобы когда мы изучали Твои Писания, читая эти слова, мы читали их как слова самого Отца, который дал их Сыну, которые Сын дал Духом, апостолам, и апостолы передали нам, чтобы молитва нашего Спасителя была отвечена через наше служение, чтобы многие еще уверовали по Слову, данному Тобой. Молимся вместе об этом, чтобы Ты покрыл наши грехи и страхи. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.